в этом клиенте Может меня кто-нибудь подменит? Холос лучше будет? Охуенно. Я не сзади посижу. Мы после первого взвода. Хорошая погода, чтобы умереть. Значит так, после вутани сейчас тогда строимся, объясню ситуацию. Где-нибудь здесь тогда. Ты сам поведёшь, что ли? Нет, ты поведёшь, где-то зачем? Так, короче, по общей ситуации мало что понятно. Как такового, чёткого плана нету, поэтому действуем по стандартному варианту. Помощник и пулемётчик в случае атаки остаётся со мной. Взводный джамбо ведёт пехоту в атаку. В общем, противник, как пехота, так и танки могут выходить из своей зоны, поэтому в течение продвижения штурма может быть вообще всё, что угодно. Поэтому, блин, тут надо будет уже не теряться и уже тогда смотреть, что происходит. Возможно то, что как-то будем по-другому атаковать. Ещё раз говорю, сейчас может всё поменяться во время атаки, может вообще как-то в окружную пойдём или на машинах ворвёмся. Поэтому будьте внимательны, своих не теряйте. Будем действовать вместе. Главное, чтобы пулемёт ещё помогал по давлению, особенно в том направлении, куда мы будем атаковать. Сейчас машину посмотрим, если машина будет одна свободна, возьмём две тогда. В колониях солдат набирали. Значит, движемся. Получается, по построению едет штабная машинка, потом первый взвод, потом мы второй взвод. Получается, вот она штабная тата. Наш взводный будет, а за нами танки. В целом всё на этом. Есть, короче, какие-то неожиданности всё-таки будут у нас из-за того, что противник может как и танками, так и пехотой выходить. А если, получается, мы доедем без каких-либо этих эксцессов, получается, мы высаживаемся прямо в флигер, да? Опять же, не знаю. Может быть так, либо мы пойдем штурмовать его, либо всё-таки пойдём. Опять же, там всё решение будет по пути приниматься. Да, я вот всё будет от противника больше зависеть. Так, короче, начал проезжать первый взвод, потом мы за ним. Короче, двигайся пока за колонной, ща приду. Это Пермобан? Ну ты тоже где-нибудь? Командир, да. ЭПЛ, он спортист. Салют народ. Это продолжение мини-компании Эль Аламэйн, хоть второй, когда оборона всё-таки выстрела и предпринимает контратаку. Значит, по исторической справке. 3 июля командующий британских сил сэр Окенлек предпринял контратаку с позиции катара. Атака силами седьмой моторизированной бригады была направлена против северного фланга Роммеля. После трёх дней ожесточённых боёв союзникам удалось приблизиться к ДР Эль Шейн. В течение этого времени Роммель решил перегруппировать истощённые места. Да, такие вот дела. Значит, по задаче. Моторизированный Ротим при поддержке танка «Круссейдер» необходимо захватить оборонительные позиции, убив оттуда немецкие части. В данной миссии мы были за атаку. В распоряжении у нас имелось два взвода пехоты. Вот они. И два взвода британских средних крейсерских танков «Круссейдер» Марк 3. Сам «Круссейдер» переводится как «Крестоносец», а именно венцом развития стала модель Марк 3. Она была с более мощным шестифунтовым орудием. А у обороны у немцев имелся один взвод серийных средних танков. Это «Панцер Компагины 3». Видите, прям окрас под пустыню подходит. Вот такой вот. Попробую еще разглядим. И непосредственный сектор обороны, который они держали. Вот он. Как видите. С восточной стороны они еще так стеной огражены, естественной. «Крестоносец». Через который там можно местами залезть. Но там буквально по одному, по два бойца. Если его держать и все. Получается, атака не пройдет. В общем, вот такой был расклад на игру. Еще скажу, что техника противника могла свободно перемещаться. Ну и также они могли пехоту не только в окопах размещать, но и где-то там в камнях или рядышком. Еще сразу забегу, скажу то, что окапа не было. Поэтому трудно будет разобрать, что произошло. Но скажу сразу, что мы победили. Причем, что добавлю, у нас были не боевые потери. Примерно в начале и на середине участка игры. Что примерно состояло 10 человек. Вот. И победили мы почти. Ну да, если вот те потери не брать, то победили почти без потерь. То есть вот из-за того, что окапы нету. Вот невозможно посмотреть, что происходило. Поэтому, если кто, у кого какие наблюдения были, пишите. Попробую себе такую общую картину представить. Я так вот с Никитой пообщался. Они были на танках. Сказали то, что со стороны атаки именно зажгли один танк. И их танк, у них выбили гусеницу, которую они потом починили и продолжили атаку. А у противника было выбито два танка. Ну и соответственно мы и позицию заняли. То есть, если кто в обороне сидел или как-то в атаке по-другому действовал. Там не рядом с нами. Так что пишите, пишите, что произошло. Ну а теперь сейчас будет, когда сам ролик. То есть стрельба какая-то бывает непонятная. Фосфорные гранаты даже зажигательные. Давай. Ну они по идее как дым работают. Ну вот и это. Я вот тоже понял. Да, какие-то выстрелы тут непонятные. Там тут лучше не уходи. Ну что ты говори. Вот. Вот, сделайте на норму. Давай. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Какие-то непонятные выстрелы были. окон кто смотри на снаряд разрываются впереди только на обстрел ведут непонятно скорее всего противник противник нас обстреливает да 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 обстреливают вон где-то с 210 нет по нам стреляет противник с 210 где-то 195 оттуда трассера летят наши танки туда поехали ух едем 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 в строю почти доехали готовьтесь что сейчас посмотреть не в пазике третий так наши танки наши танки поведут на этап еще был заранее понятно откуда летели трассера старайся правее держаться от колонны чтобы мы прям с краю не были слева а то мы так поймаем вот неважно где сидеть умрем умрем все будет горящий хроп у нас сейчас мы вроде проскочили сейчас мы пока в закрытой позиции а там связь есть что там с танками так противников открыты прямо этот с с 195 так противник прям под горку под горку езжай тормози под горкой вижу вижу там сажаемся не вижу машину машина пока остаемся на горку на горку сюда на горку сюда здесь остаемся третье отделение чуть на горку поднимитесь в низинке у вас танк видит если мы высунемся чуть западнее то мы выйдем прям на танк то есть с метки высадки пехоты танки наши могут отлично видеть танк противника но мы выйти туда сейчас не сможем блядь мы на ней и есть алло блядь если мы пройдем хоть сто метров вперед то мы выйдем прям застремленным танком вы хоть все представляете я не тихий отлично, отлично продолжаете по низине так третье отделение внимание идем сейчас по чуть-чуть с разведкой особо не разбегаемся вправо влево сейчас будем смотреть вместе с разведкой дальше продвигаться что мы идем тогда начали атаку на юг отделение внимание начинаем движение сейчас будем потихоньку идти в рассыпную да мне с машинкой оставаться не не машину бросаем что оставляй машину как я понимаю ничего не сказали вперед условно хотя вернись возьми подъезжай за нами тогда так отделение внимание если потеряемся вот правый камень самый который там выступает если что у него встречаемся там танк там танк и пехота прямо наверху сейчас я его пробью сейчас я его пробью но танк пока что-то бездействует вы издеваетесь? атаковать? что стрелять где-то? грудь? если что отделение говорю встречаемся у правого камня идем 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 пока пехота отвлечена пока бежим 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 отделение грудь в крестах или голова в крестах в крестах если что сначала сбору камня если нормально доходим если сейчас не прижимают сразу тогда идем вот где сейчас разрывы сразу туда атакуем сейчас нормально идем я с него а это может с кому-то сесть за пулеметом подавлять? я зарядить могу так третье отделение не разбегаемся давайте на мне сейчас за мной идем сейчас возможно даже чуть правее возьмем атакуем если что зигзагами идите еще не кучкутись пока будьте просто рядом но если что зигзагами двигайтесь вот где разрывы там противник там противника нужно будет атаковать все пехоты отсюда не видно танк выбитый вот где сейчас разрывы там окоп у них давайте немножко правее возьмем на мне на меня ориентируйтесь блин блин вроде так на крики двигайтесь зигзагом потому что вот где сейчас машина там перед машиной прямо окопы там пару бойцов на нас смотрят двигайтесь зигзагами постоянно двигайтесь зигзагами постоянно вот то что окоп впереди сейчас чуть правее возьмем и будем слева получается заходить пока быстрее вперед чтобы больше в низинку уйти противнику неудобно было вон они там прям бегают у этого окопа видно их уже не пропустить все все еще они бывают и такие они вот это там еще находится так кто-то фосфор то ух прям там противник все нашли меня так третье отделение есть в живых третье отделение третье отделение есть в живых второй взвод есть еще кто-то рядом так 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 это третье отделение давайте закоп обратно перевалим сейчас сформируемся пойдем дальше в атаку на коп на следующий давайте на голос на голос на голос сколько нас осталось 1 2 да я вижу два двоих вижу не а нет у меня дымов только противотанковые обычные есть дым и у кого деления смотрите есть дым и у вас собой посмотрите есть дым из собой нет не фосфор нет нужен дым морфича посмотри еще нет только это так отделение давайте пойдемте за мной пойдемте атаковать а коп за мной за мной за мной идем пока вниз спустимся да я знаю знаю я видел да мы сейчас зайдем туда так за мной пойдем сейчас чуть вниз спустимся от них чтобы нас не видели все спустимся все ребятки молодцы атаковать